Галина Карпенко – домовладелица. За годы, что владеет имуществом, ни разу не допустила просрочки, рассказывает 87-летняя жительница Самарского района. Исправно платить налоги – долг каждого гражданина. Свои средства Галина Федоровна привыкла перечислять традиционным способом, но в этом году решила узнать о новых методах оплаты. Налог – это содержание государства, а государство остальное дает содержание любому жителю своей страны. Это и социальная обеспеченность, и здравоохранение бесплатное, и учеба. Это очень значимый момент в жизни каждого и, соответственно, государства. Разобраться в тонкостях и нюансах современных методов оплаты имущественного налога жителям помогает мобильный налоговый офис. Представители ведомства посещают каждый район Самары, чтобы дать пояснение и ответить на интересующие жителей вопросы. В этот раз специалисты приехали в Самарский район, где рассказали обо всех нововведениях 2023 года. У нас есть много интересной информации, которую мы хотим донести до налогоплательщиков. И традиционно уже у нас так установилось, что совместно с администрацией Самарского района, городского округа Самары. Мы собираем вот такие семинары небольшие и объясняем налогоплательщикам, для чего они платят налоги и отвечаем на их насущные вопросы. И вопросов действительно много. Кто-то хочет подробнее узнать о способах получения налоговых уведомлений, об актуальных льготах для населения, а кто-то о том, как работает единый налоговый счет. Каждый год специалисты профильного ведомства создают новые и удобные сервисы. Это и личный кабинет налогоплательщика, к нему уже подключен каждый третий житель Самарской области, и институт единого налогового счета и единого платежа, который заработал с 1 января 2023 года. В Самарской области продолжается массовая рассылка уведомлений о необходимости оплатить имущественный налог. Направлено уже более 1 миллиона 700 тысяч таких оповещений. Ведомство напоминает, что внести средства необходимо до 1 декабря текущего года. Сделать это можно одним из трех удобных способов. В электронном виде через сервис личный кабинет налогоплательщика, через портал госуслуги или в бумажном виде по почте с заказным письмом. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.